итак ростов-на-дону население миллион 140 тысяч человек соответственно стоит на дону и всякие тут донские казаки все что я знаю про ростов на дому еще я знаю что здесь не работает gps данный момент и вчера глючил глушилки похоже везде стоят поэтому я использую карты яндекс и веб-сми просто как бумажные карты благо здесь на домах улицы и номера домов есть примерно знаю куда двигаться так и двигаюсь ну погуляем погода сегодня 38 обещают днем значит все 50 наверное будет все как я люблю вот заодно и сравню с астраханью что горячее ростов-на-дону или астрахань погнали но первое отличие от астрахани здесь есть ветер я в центре города и прям ветрище дует задувает я думаю сейчас вы услышите это в астрахани такого не было то есть ветерок хоть и горячий но он прикольный то есть жара не так чувствуется потому что я вижу достаточно грязный город все какие-то объявлениями обвешены все изрисовано получается я живу в районе перегрестка социалистической и переулка островского и по всему этот центр он такой я так понял продолговатый у них вытянутый вдоль дона центр вот как раз в нем нахожусь но судя по количеству машин увидите да припарковаться можно даже платная парковка якобы тут везде это ты не понял как она работает где-то вот синеньким также выделено как в питере а саратовские коллеги я дрончик специально тебя алтеза серебристая без номеров такие заброшечки здесь есть напоминает чем-то казань центр казани перед универсиадой или олимпиадой чего-нибудь так делали короче приводили в порядок в каком-то году казань примерно в центре было также очень много заброшенных домов старых то не понравился паркомат его положили на лопатке посреди тротуара я двигаюсь в сторону большой садовой центральной улицы и хочу позавтракать где-то уже одиннадцатый час а я еще не емши сразу же на большой садовой меня встречает дом маргариты черновой актрисы 19 века какой-то очень красивый но это фотографию не нашел все пишут что она красавица была и местный олигарх ей подарил вот этот дом постройки конца 19 века опоздал на завтраке 129 рублей завтрак более-менее адекватный тут есть но пришлось вот на 7 минут опоздал до 11 только 327 рублей в столовочке тут недалеко от гостишки на улице кстати по вай фай этим точкам доступа немножко получше ориентация в пространстве ну где-то плюс-минус квартал погрешность рисует это буду в теньке стоять извините давайте будем ждать зеленый в теньке потому что мне еще гулять и гулять я только начал надо посмотреть стать на этот рису потому что было бы интересно понять стоит ли такая такой красивый дом и ее красоты или нет но к сожалению ни одного изображения этой маргариты я не нашел но домик прикольный олигарх парамонов тут местный был пойду на дойду до этих парамоновских складов тоже покажу здесь шортики побольше чем калуги аналоги совсем коротенькие гулять здесь поскромнее поскромнее реально депсов дохренища просто вот вчера ехал просто подъезжая к ростову наверно три наряда на трассе минимум по две машины простове наверно штук пять нарядов видел сейчас вот на улице просто стоят на дороге двое с чем это связано с напряженной обстановкой или кое с чем с другим я думаю понимаете чем я говорю даже южный город все таки здесь нужно как-то вертеться крутиться ну и прочитал что это якобы самый большой город южного федерального округа по населению все остальные поменьше краснодар вот не знаю сколько но здесь миллион сто сорок часики на той колонии нет рядом прочитал про их местные подземные переходы якобы очень красивые сейчас мы заценим первый переход на моем пути и как минимум четыре здесь сейчас будем смотреть что они из себя представляют выше меня почти так вот такая вот мозаика да это реально мозаика в плитку в эту обычную советскую встроенную ничего прикольно кстати смотрится прям и это тоже мозаика у вас это страна вообще смотрите какая красота попробую проникнуться вот этой вот атмосферы донского казачества только тихий дон смотрел надо теперь прочувствовать это самому как это быть казаком да хорошо хорошо конечно такой ремонтик бы не помешал советских времен тут ничего не делалось мозаика вот наверное не прочитал тоже советская или нет ну судя потому что на этой плитке на советской значит советская да хорошо переходики закрываются похоже на ночь наверное привет из 90 так я двигаюсь дальше аккомпанемент даже подмосковные вечера смотреть тут и великой отечественной войны тоже отображена ну чё прикольно как так атмосферно место для вашей рекламы эффективно недорого но никому она видимо здесь не нужна здесь тоже какая-то мозаика за плитами по избе это не мозаика эта плиточка просто выжжена плита конечно плита смотрится очень классно наверно вообще обвалилась наверно пол стены может закрыли право от меня консерватория рахманинова имени рахманинова здание годов 50-х постройки электробусы тут есть тоже привет из москвы похоже не знаю как они в такую жару работают надеюсь нормально здание высшей партийной школы 56 год с такими вот это еще последние образцы сталинской архитектуры на моем пути переход номер 2 подземный тоже смотрю закрывается он для каких целей интересно все таки закрывают ворота какие-то и здесь тоже есть мозаика здесь похоже полом города был и мост через дом да по набережной нужно будет прогуляться но наверное вечером потому что сейчас я точно расплавлюсь красиво красиво пучки рассекают здесь новые какие-то мотивы ну такой переход конечно уставший но мозаика вытягивает усталость этого перехода нормально если еще на пути попадется я думаю зайду вот такие большие они прямо на все стороны улиц рукава выходят справа от нас вы можете наблюдать собор Рождества Богородицы даже с частиками смотрите на колокольник часы это достаточно редкое явление чтобы вот на церквях были часы первые впечатления по людям смотрю такие реально прям утомленные солнцем вот лица прям изнеможденные печет мама не горю здесь хочу сейчас на переулок соборной перейти в 18 году якобы часть этого переулка сделали пешеходной и есть пешеходная улица сейчас попробую прогуляться по ней неплохо сразу так начинается резко с ресторанчиков с летними кафе вот это мне нравится это хорошо сделано ночью все это светится как Никольское в Москве вот такой проект совсем недавно реализовали я считаю офигенно деревья если вот эти подрастут если им дадут подрасти вообще будет классно а так только на этих верандочках прятаться шикарно соборный переулок здесь же у них всероссийские государства университет юстиции самое главное наверное учат будущих советников юстиции наверное первого, второго, третьего класса вот офигенский кадр хорошо вот так раз пару фоточек сделал и мы приближаемся к какому-то парку парк горького вроде здесь у них первая скульптура на моем пути какой-то сантехник с котом на радиаторе отопления с таким краником модным краник тоже ведь весь затерли по классике носы до блеска ну такая архитектура под стать питеру видно что много отреставрированных домиков тут большая садовая выглядит более-менее еще один мини-лич в моей копилке меньше постамента парк горького прям такой кусочек зелени в центре города очень приятный здесь можно потусоваться в тени сейчас попробую пройти дальше и проверить соборный переулок только на этой части пешеходной или дальше тоже есть потому что здесь всего 3 квартала где-то начинал а прям здесь приятненько в тени сцена какая-то и такие скамеечки обычные они просто как будто их сюда нанесли откуда-то не закрепленные можно утащить куда-то в другое место нифига не работающий фонтанчик обнаружен здесь из советского союза с таким вот посейдоном пусть будет так называться и скорее всего да здесь вон трубу по периметру даже на вода была течь но ничего не течет прям такой уголок реально советского союза о здесь какие виды открываются прям как будто в каких-то кавказских минеральных водах или в Сочи приятно ну вот здесь полипа заканчивается современная и начинается уставшая лестница которую видно даже латали в разные года ох наличие блоков здесь у нас установление советской власти судя по всему на дону памятник стоит до сих пор пока стоит ну приятно ну приятно реально ветер такой дует прям постоянно вот это приятно здесь то есть ты не чувствуешь что-то прям в какой-то пустыне сахара нормально жить можно пока пересекая улица пушкинскую которым по ошибке называют пешеходная она пешеходная только там на паре кварталов тоже в ту сторону нужно идти наверное дойду сегодня по факту это бульвар просто посередине пешеходная зона таких улиц полно астраханская сарата и арахова нет здесь переулок соборный уже все уже не пешеходный поэтому мы дальше не пойдем пойдем по пушкинской тогда налево это такая улица пушкинская можно посидеть в тени даже не везде но кое-где есть прямо под деревьями скамеечки и машин не так много проезжает поэтому достаточно тихо окружена снова катальпа растения завезенные из Индии насколько помню да с этими стручками первый раз обнаружена была она в Саратове много тут всяких деревьев интересных растений юг все-таки когда первый раз в Крым приехал я вообще офигел нифига себе в другой стране вообще львы с золотой рыбкой какой-то типа золотую рыбку охраняют а здесь петушок что-то у петушка ничего не натерто а у рыбки натерто корона с этой стороны белка и лебедь эвакуируют кстати а стоянок где стоянки запрещены поэтому хорошо что я загнал внутренний двор тачку весь центр дырка прямо ватт куда-то еще какой-то модный домик отреставрированный тоже наверное особняк какого-нибудь олигарха девятнадцатого века или его возлюбленный здесь наше все Александр Сергеевич установлен а мы двигаемся дальше какой-то кубик из бетона и стекла интересная урна внизу урна а сверху какая-то коробка непонятно причем задней стенки нет хотя должна быть вон петли что сюда нужно было хласть и под углом она еще находится письменную корреспонденцию может быть еще одна скульптурка скрипач судя по всему называется вот такие скульптур не хватает Брянску вот Брянск совсем пустой город хотя бы вот разбавили такими штучками намного город был бы интересней да рассекает скрипки все по Пушкинской иду и иду жду когда она превратится в полноценную пешеходную улицу потому что пока не считается еще один у нас тут стоит а это же Жванецкий точно что-то не признал его Жванецкий с портфельщиком какая-то кто у нас Чехов Антон Павлович с собственной персоной с книжечкой с книжечкой Пушкинская превращается уже в полупешеходную слева пешеходная зона справа пока автомобили еще стоят сейчас еще немножко я думаю и справа автомобили пропадут вот и все теперь она стала полностью пешеходной и это прекрасно где пешеходных улиц в городе такого я не припомню кстати сейчас переберу все города где я был нет такого я не видел Ростов на первом месте по этому показателю в моем топчике слева от вас обратите внимание Донская публичная библиотека строили 20 лет начали строить в Советском Союзе закончили в 1994 году а вас ровно не видно и вот такой интересный проект получился очень специфически там наверху даже написано Данте такая типа крепость и рядом же как греческая православная церковь ортодоксальная но это новодел она оригинальная была в 64 году взорвана сейчас вот сделали не знаю сколько она соответствует старому облику оригинальному ну вот прямо напротив цирки ой напротив библиотеки такая быточная летняя быточная перед библиотекой ну по крайней мере есть фонтанчик бьющий из под земли да просто такой параллепипедо кубический тут какие-то растяжки были видимо ну так для глаза скажем так эта библиотека ничего не представляет но для книжек удобно полочки разместил книжками набил очень конструктивно все получается в общем то для этого наверное так и делалось чтобы все это параллельными полочками забить здесь фашики тоже в свое время поглумились над советскими людьми советский патриот зверски замучен фашистскими завталачами в северле 43-го года здесь есть место забыл как называется балка какая-то где 15 тысяч советских людей большинство из которых были евреи просто было за несколько дней расстреляно утилизировано скажем так нашими западными партнерами так я думал закончилась эта улица она нет она еще достаточно далеко сейчас как раз по ней в этой тени я и пройду до следующих достопримечательностей это приятно что в городе есть вот такие зеленые улицы где можно в тени пробегать полгорода ну нифига да где-то быстро правда не могу так быстро бегать я уже устал в части пушкинской улицы обнаружена кстати становится опять проезжей здесь буквально там кусочек был светильник сфера светильник называется ночью видимо светится красиво все что связано все разборки пушкина короче здесь отображены да да и вот тут оказывается не один еще вот один шарик стоит с продолжениями или то же самое нет другого приключения операции и другие приключения пушкина вторая часть очередная скульптура высоцкий только какой то он или мне кажется как будто не пропорциональный все это на улице пушкинской смотрите какая классная улочка такая тихая спокойная реально здесь прям классно и тенек есть то есть вот хотите погулять в такую жару по ней можете туда-сюда вечером уже на набережную потому что сейчас я наверное не рискну туда пойти посмотрим заинтересное здание нашел похоже на водил какой-то привет наверное из нулевых или из десятых такое такое южное архитектурное решение попытка что-то здесь извоять почти кордонер здесь у нас представлен похоже жилой дом это просто вот адрес а пока я нахожусь в тени чтобы не перегреться обнаружил вот такой стенд рассказывающий про театральную площадь я к ней сейчас приближаюсь оказывается театр трактор называется у них драмтеатр имени Горького называется театр трактор он сейчас подойдем покажу выполнил в стиле построен в тридцать пятом году выполнил в стиле классического конструктивизма но западные партнеры наши при отходе отсюда его взорвали полностью и его остановили только в шестьдесят четвертом году в несколько ином варианте но основной стиль сохранили сейчас мы до него и дойдем по поводу того что я называю немецко-фашистских захватчиков западными партнерами там уже в комментарии я одному человеку ответил я думаю ни для кого ни для кого не секрет что во время Великой Отечественной войны именно Великой Отечественной а не Второй мировой против Советского Союза воевала практически вся Европа вот а сейчас происходит почти то же самое как Вов их любит называть западные партнеры да? только в лице США и их прихвостней но при этом Вове не мешает никак торговать с этими западными партнерами тем же например ураном прекрасным ураном нифига баба Яга обнаружена здесь даже в этом парке та самая из советского фильма которую играл мужчина не помню как его зовут мы прокатился на колесе обозрения вы же знаете мой любовь к колесам обозрения они вроде закрыты а кондиционеры стоят значит можно жить сейчас я этим и займусь если устали от жары 250 рублей можно отдохнуть под прекрасным кондиционером такая прям температура здесь приятная не ледник но и не жара прям вот как я люблю ну что поехали очень медленно поднимается сейчас посмотрим на Ростов с высоты птичьего полета сразу же открывается вид на мемориальный комплекс с воином-освободителем буду называть его монумент победы просто подойду к нему он как раз перед театром стоит уже с земли если прочитал колесико то у них здесь такое непростое 65 метров вроде смотрите какие опоры такое монументальное прям оно ну вот Дон видно Левбердон я узнал тут новое сокращение это левый берег Дона в Крыму я узнал ЮБК Южный берег Крыма а тут и Левбердон но на левый берег точно не пойду потому что там просто адок вечером пойду по правому берегу по набережной прогуляюсь и наверное достаточно для Ростова будет потому что реально адская жара невыносимо просто хорошие виды открываются главное что видно реку и вон какой-то там у них это наверное к этому чемпионату миру по футболу построили а тут у нас с этой стороны новые ЖК центр города считай ну неплохо вот сейчас максимальная точка высокая самая город зеленый без зелени здесь делать нечего иначе он превратился в Дубай кто-то кайфует от Дубая я нет есть там коллеги которые работают рассказывали мне что там это просто филиал ада не доперло а потом как доперло думал сначала вкусная любовь какая-то без мягкого заказа оказалась вкусная любовь вот такие моменты здесь на 50-ти градусной жаре воспринимается по-другому как пройти к этому театру тут какие-то заборы у них мост через дом слишком длинный и чтобы наверное невесту не носить на руках не охренеть и не умереть на этом мосту вот на каретку вешают эти замочки Blackstar Вер банкротился бедолага здесь в черном цвете здесь потому что конечно же в этом такое жаре неприятно ходить поэтому какие Blackstar Only White Star внутри вот такое здание да конструктивизма видите обычные полукруги всякие а по бокам вот такие сделаны галереи да с этими с колоннами и остекление такое сплошное интересно в оригинале тоже так же было да похоже так же в смысле что это такое это что ежевико что ли да ладно смотрите под ногами сколько пишите что-нибудь такое похоже на ежевико только я думал что ежевико это кустарник а это дерево тут целое какое-то или может что-то специальное короче я не знаю что это за ягоды такие вот этим в этом застеколье просто лестница на разные этажи сделана лестничные пролеты а вот и фасад интересно необычно не как вот эти 50-е годы стандартная застройка красиво монументальненько так к революции заходить не будем но парков много это классно то есть есть где посидеть и чтобы не сдохнуть просто переходим на ту сторону по очередному подземному переходу проверим что здесь у нас внутри на стенах ступеньки очень неудобные очень маленькие видишь видите по размеру то есть как пол ноги ставится только можно так и соскользнуть а здесь ничего нет здесь белые стены тоже закрываются здесь с обеих сторон а не пойму пишите местные для чего они закрываются вот эти переходы на случай чего то есть ночью нужно по верху бегать да нарушая правила правильно понимаю или когда они закрываются этим монументом воинам освободителям здесь такой водоемчик приятный но находиться здесь я не знаю дойду ли я сейчас до него вообще не вырублюсь здесь прям прям жарко жарко просто жарко а вот ветерок вот ветерок только спасает если это было в Астрахани я бы уже умер наверное здесь а ветер немножко спасает классно первый раз вижу вечный огонь прямо в воде вот это офигенно вот это респект и уважуха класс с другой стороны какая-то фигура человека что ли что это женщина примерно вот так это выглядит я прям такой не кислый сейчас по городу в теньке прям так забывает глаз на это похоже лифт лифт градусник как называют их петель но интересное здание тоже что-то из сталинской эпохи первый раз вижу в таких вот нишах балконы сделаны класс ига жук живой я их тысячу лет не видел этих жуков охренеть на ходу привет из стран варшавского договора какое прям прям как будто вчера выпустили с завода не заглянуть в подворотни ростовские особенно где написано ментальная арифметика давайте посмотрим где это ментальные арифметики обучают где-то вот здесь еще один красивый домик обнаружен слева от меня ростовский музыкальный театр и кто-то сверлит там заглушая меня в простонародье рояль белый рояль достаточно интересное сооружение тоже и монументальное странные закрики 25-193 вы определитесь 25-193 кто не знает театральный сезон по номерам театральных сезонов можно определить возраст театра то есть один театральный сезон от 1 год с момента основания театра надо почитать почему так 25-193 этого прикрывали какой-то промежуток времени его не было а я все еще иду по большой садовой как вы могли заметить иду в столовку чтобы пообедать и отдохнуть до вечера потому что я уже не могу здесь находиться нужно отлежаться в номерке кондиционер там есть какой-никакой но есть и часов 6 после 6 в 7 выползу на набережную уже потому что это анрил здесь ходить как тут люди живут я не понимаю единственное что могу сказать что уже первоначальное впечатление что в этом городе я жить бы точно не хотел это такая мини москва на югах точно не по мне а вот еще один жилой дом стиле конструктивизм башенька наверху до столовки еще 3 километра но мне нужно дойти до нее в любом случае по-пушкински так пробежала незаметно она такая классная зеленая в тени большой садовый не так весело уже идти театр Ростов тоже привет из Советского Союза годов 70-х наверное постройки служный федеральный университет написано на здание похоже как будто на обычный жилой дом интересно появится какая-то баронесса Клементина Агульви Спенсер Черчилль стоит памятная доска обнаружены львы черного цвета с фонтанчиком почти как в Весентуках перед грязью лечебницей и какое-то здание монументальное напротив этих львов правительством стоит такой достаточно монументальный памятник первой конной армии которая как раз была под предводительством Буденного временное соединение на период гражданской войны да монументальненько такое прям здоровое странно что не каком-нибудь Николае второму тут памятник стоит еще один переходик с интересными мозаиками советская дискотека до 60-х наверное да переходов много подземных прям классно все кажется как будто нарисовано просто оказывается реально мозаика прям не офигенно сделано вообще хз как завтра я буду из этого города выезжать навигация потому что вообще мертвая постараюсь пораньше уехать из него часов 7 стартануть прям чтоб не офигеть тут от пробок от всего вообще навигатор глючит просто по адскому кстати в свете последних событий мне вчера еще предупреждали что частенько отключают свет у них здесь в последнее время нам-то об этом не говорят там в центральной России а вот сейчас я прохожу к столовке а мне говорят света нет мы тебя покормить ничем не можем вот так и живем это к вопросу о том как вы тут будете жить в 38 градусов без электричества это вот как в Дубае то же самое электричество пропадет и все и город мертвый сразу же становится без электричества никуда такого давненько я не видел чтоб свет отключен был в городе на каждом этом магазине и столовке объявление такое по большой садовой еду уже полчаса говорят назад отключили вот теперь что делать теперь где жрать бегает тут по 50 градусу на жаре светофоры не работают сейчас меня размотают наверное тут но я буду биться до последнего это кстати вот не родственник Константину Семину надо посмотреть у Константина какое отчество не Виталиевич или с той же столовки и завстракал удалось мне оплатить переводом 249 комплексный обед чтобы вы понимали как выглядит улица параллельно большой садовой там через два квартала предположим да вот это парадная скажем так да обклеена в таком вот виде вот домофон кому-то там вон квитанция по почте пришла это какой-то трэш я вам скажу это трэш похоже весь центр без электричества ни один светофор не работает сейчас приду даже телефон зарядить не смогу вот он 21 век но надеемся что скоро включат насколько тут у вас пишите максимум отключали электричество и по какой причине до сих пор понять не могу может что-то перегревается у вас тут на такой отскажере или это связано с тем самым о чем я подумал 6 часов вечера электричество до сих пор не дали пока отдыхал прочитал что здесь верные отключения начались несколько дней назад связано с большой нагрузкой на электросеть видимо все кондиционеры включили холодильники всякие и электросеть построенной кровавыми большевиками не справляется уже с этим видимо за 30 лет ничего не модернизировали поэтому приходится отключать вот не знаю когда включат теперь но я от ноутбука зарядил телефончик так теперь можно и на набережную сейчас где-то 36 ощущается как 33 но через два часа уже закат будет поэтому нужно до набережной забежать подснять немножко красивый такой спуск с правого берега к Дону прям вот такой крутой тоже по районам отключения у них происходит потому что здесь и эти кафетерии всякие работают с музыкой и рекламный щит вот горит значит по райончику нас включают здание речного вокзала Ростова на Дону и такие два мостика над дорогой прямо к нему ведут наверное тоже в нем сейчас под аренду все сдается какой-нибудь ТЦ, БЦ сделали ресторан Тихий Дон о что здесь у нас теперь тоже что ли корпус его получается ресторан с гостиницей наверное теперь вот здание вокзала здесь наверное сидели всякие эти хотя может гостишка была какая-нибудь в привлечном вокзале короче местные пишите что у вас тут происходит так на территории ресторана я не пойду наверное пройду вот по этому мостику еще посмотрю тут такая смотровая площадочка есть бизнес-центр да так я и думал бизнес-центр Тихий Дон а раньше да либо какое-то административное здание наверное какое-нибудь управление речного было либо гостишка при вокзале речном Левбердон перед вами пожалуйста вот там даже я смотрю элеватор и он даже рабочий судя по внешнему виду вот там железнодорожный мост с аркой он объемный как я понял по описанию вот он кстати да видите почему только он этот а да он просто низкий короче ниже чем автомобильный вот он по центру кадра и получается эта штука поднимается как в Калининграде примерно такая же система а вот еще один мост монументальный через Дон автомобильный ворошиловский вроде он называется вот этот но тут Дон не широкий пока шире чем Волга я не видел ничего в районе Саратова Волкут в разных местах понятно разные ширины но Дон вот здесь в городе так себе скажем видник Шолохова тому самому который написал Тихий Дон и рядом сразу мы видим ресторан пять тысяч шестьсот сорок два высота это где такая высота это Эльву или Брусу наверное одна из верхних точек вот отсюда классно видно это железнодорожный мост а такая же в точности системы как в Калининграде вот этот нижний ярус он поднимается вот на такую высоту с помощью системы противовесов здесь корабль проходит это вот стадион Ростов арена в городе называется как раз к чемпионату мира по футболу был построен на левом берегу тут такая набережная есть неплохая такая чем-то немножко по настроению на сочинскую похоже по атмосфере деревья главное есть тенек значит все нормально какая-то скульптура мультурт у нас какая-то женщина даже фонтанчик небольшой ну давай фоткай уже не хочу людям мешать в кадр это слишком красивый кадр будет дождики всю землю полевает а льди мульттают каждую весну девушки хорошие бывают ни в одном Ростове-на-Дону это точно но играть не стану я в молчанку безо всякой личности я признаю честно ростовчанки люди все союзной красоты некий Лев Ошанин это написал в Советском Союзе ну я бы поспорил насчет красоты есть и покрасивее города тел за стеклом рассекает на гармонии а гармонист и о нифига вот 5-рублевочки это вот они 5-рублевочки смотрите причем свеженькие печатать начали что ли опять помните да? в первом видосе я только при 5-рублевочке говорил и вот они запах можно сразу определить где вкусная точка находится метров за 100 начинает вонять кстати да в общем вот прям реально первые впечатления они такие продолжаются у меня что набережная очень похожа на сочинскую даже наверное больше на адлеровскую в Адлере примерно вот так нормально нормально мне нравится а вот здесь на левом берегу центральный пляж судя по карте здесь нужно перебираться на тот берег я наверное не пойду по этому мосту хотя в свое время я и по Саратовскому мосту пешком ходил но сейчас мне что-то не хочется совсем хотя посмотрим как карты лягут еще не вечер как говорится чел такой на лодочке катает мадам и похоже предлагает ей настоящий донской казак типа давай греби че расселась вот отсюда даже лучше видно как он на нее смотрит с этого рисовали как его зовут с главного героя Тихого Дона но забыл вот и это махина Ворошиловский мост с правого берега он опускается как бы на левый под углом похоже очень на конструкцию моста на Воробьевых горах там тоже он под наклоном идет вполне возможно что один проект тут даже похоже лифт есть туда подняться чтобы не подниматься вот туда и вон там получается по этой херне которая перегоражает путь вот к этим дверям похоже здесь никакого лифта нет уточнил типа есть только не работает не для нас конечно вот он как бы есть но что там прижим работы выходные и праздничные не с 10 до 23 а в будни ходите как-нибудь по-другому вот туда поднимайтесь и уже там даже лесенка есть и по мосту пиликайте нормально чтобы не увлекались Уважение набережной здесь совсем зеленый прям такой скверик классный там вот можно посидеть на лавках и здесь поближе к воде здесь прям хорошо это пионеры бегут а вот здесь классно вообще прям офигенно в этой части набережной еще какая-то скульптура художник так а я иду открыт заброшечки карамоновские склады того самого олигарха смотрите у них тут на набережной стоят они заброшены одни стены остались там вроде даже можно как-то пройти яндекс карты показывают тропинку сейчас я этим и попробую заняться тут далеко даже ходить не надо вот вам пожалуйста дырка даже можно посмотреть что здесь здесь какой-то сральник как обычно на всех заброшках вот такие тут складики были и непонятно что с ними делать будут о какие проходы это я люблю хотя я хотел подняться вон туда сначала давайте-ка лучше туда зайдем вот эти каменные бежевого цвета склады здесь просто вот такие помещения с проходными этими дверями как они называются амфиладные что ли сми не изменяет память да вот видите насквозь все помещения можно пройти так понятно что здесь ничего нет интересного пойдемте значит туда деревья тут уже растут не первые десятилетия наверное какая перспектива красивая смотрите как сколько сразу помещений просматривается такие столбы остались опоры второго этажа вот второй этаж на чем лежал на деревянных балках вон голубин ее смотрит типа ты кто тут такой пришел или вот на таких рельсах вон интересно всегда конечно есть вероятность что именно в этот момент кирпич 19 века упадет мне на голову ну значит так и надо я к этому так философски отношусь здесь тут голуби рулят похоже это их территория интересно прогуляться что на этих складах хранили интересно вот такие сцепочки чтобы дом не раз это здание сами стены не разваливались между собой соединяли видимо до какого-то года наверное эксплуатировали Советского Союза беззарточных эксплуатировали еще эти склады похоже все стена то видите прям каменная кладка суровая да выходим я не досмотрел тут еще вторая часть есть ни на этом мы не заканчиваем еще какие-то то есть там я посмотрел по карте зерновые склады были вот первые помещения а здесь у нас что-то еще вот есть тусямба какая-то айфига водоем с трубой да вы что угараете что это что за спа-салон такой здесь так сначала посмотрим что здесь здесь все то же самое деревянные перекрытия были брена торчат да о чем я тут рассказали это какие-то источники подземные тут бьют раньше их похоже не было наверное в 19 веке вот недавно пробелись они и что-то вот лет десять назад вот такие вводные процедуры здесь можно принимать какой-то даже бассейн я когда был смотрите сохранить на рабочий стол написано надо сфоткать кстати это какие вот интересные тут смотрите была заложена эта дверь но ее кто-то проломил и можно пролезть и вот эти подземные воды откуда-то отсюда начинают утекать я думал вот какой-то водопровод нет это прям натурпродукт справа берег он крутой вот из него вот так похоже построили эти склады а потом выяснилось что тут еще и подмывало наверное их не кисло вот там стекают там люди такой мини как его водопад под ним резвятся да вода прям вообще идеально чистая такая прям видите прозрачная вот так это происходит считаю классно вообще такие вот места что-то в интернетах я не прочитал что какие-то парамоновские эти склады а что здесь вот такой спа-салон практически я не знал в каждом новом городе что-то новое интересное нахожу даже есть стенька разница своей дружиной они стоят кстати вот сортирование установлено по городу просто он пост терминал прикладываете 20 рублей все заходите вот в просвещенной Европе типа Таллина такого даже нет а это что за ага я понял я думал что это современное искусство а это все на всего рак с такими клешнями ну там на левом берегу какой-то модный парк с аттракционными насколько я знаю ну то есть такая вот линия береговая пляж центральная соответственно зеленая часть достаточно ну там наверное днем находиться невозможно там адская жара обратите внимание несколько скамеек через одну примерно с ленточкой типа сидеть нельзя понять не могу либо они покрашены через одну либо это эхо ковидных времен похоже дошел до конца набережной на этом берегу там наверное промка какая-нибудь уже идет ну что разворачиваемся а вон еще один мост через дом ну-ка ну-ка ну это железнодорожный наверное два железнодорожных моста много теплоходов прогулочных гоняют туда-сюда в общем движуха на набережной прикольная жилой комплекс гранд панорама смотрите с такими блоками сдвинутыми относительно друг друга с хорошим видом на дом да я боюсь представить сколько здесь квадрат стоит и какой ад там будет если отключат электричество и кондиционер работать не будут тоже не забывайте об этом мариманы как думаете как расширывается УТС я думаю учебное транспортное судно филиал государственного морского университета имени адмирала Ушакова институтного транспорта имени Седова здесь находится сделай шаг в успешное будущее поступай в Седовку кстати правилом хорошего тона называть гражданские судна суднами а военные кораблями поэтому это я вам как мариман мариманом сообщаю поэтому корабли это только военные все остальное судно вот сейчас пол восьмого вечера вот сейчас жить можно здесь в этом городе до этого времени невыносимо здесь адское пекло на уговорили поднимусь я на этот мост но на левый берег не пойду на промежуточную площадку перед залетом на мост и тут какое-то покрытие мягкое вот типа как на площадках на спортивных да и вот смотрите во что она превращается на адской жаре вот как будто гудрон плавится вот чтобы вы понимали какая температура здесь все это мягкое полимер этот весь расплавился неплохо неплохо не зря поднялся смотрите какие здесь шикарные виды какое-то судно идет что я скажу классный город мне понравился две пешеходки это вообще набережные хорошие зеленые достаточно но жить бы я здесь не хотел все равно потому что по ощущениям это как будто филиал москвы здесь на юге и летом здесь достаточно жарко то есть это прям вот уже невыносимо если в кабинетике сидеть с кондиционером наверное нормально вот до краснодара я не доеду в этот раз я не хочу туда ехать в такой ад это в сентябре лучше в октябре делать наверное не знаю как тут люди живут вообще особенно с этими верными отключениями электричества которые начались я так понял только в этом году что будет дальше непонятно так что можете прикидывать нравится вам этот город для переезда или нет короче надоело мне искать где поесть в первый попавшийся рейстик запрыгнул у которого похоже генератор собственный потому что реально пешеходные переходы эти подземные все без света все с фонариками ходят что-то частично работает что-то частично не работает вообще не пойму как это работает у них все ну вот прыгнул ладно хоть поем поужинаю спокойно чтобы не бегать не искать где что работает с местными поговорил вот это типа норма жизни у них такая что вот бывают отключения такие они уже привыкли ну если местным хорошо у меня тем более ну еще одна интересная улица с подсветочкой такая которая почему-то до сих пор не светится уже вроде темно пора включать над проезжей частью это у нас что тут написано симашка переулок или проспект проспект это проспект да включили бы было бы в селе намного сейчас пойду на соборный переулок на эту пешеходную улицу прогуляясь посмотрю как вечером у них там дела обстоят и заодно в магнит заскочу куплю поесть что-нибудь завтра в дорогу потому что завтракать я завтра буду в этом хостеле рано утро надо уезжать часов 7 я думаю надо вырваться из города а куда я поеду? это интрига можете писать в комментах что вы об этом поводу думаете вариантов множество и вуаля мы на местной Никольской улице на Никольской правда деревьев поменьше их там почти нет здесь смотрите какая красота класс вот вечером по-другому все смотрится торгуй правильно в барышах будешь заявляет нам вот этот товарищ с котом красивая подсветочка обнаружена 9 часов в общем очень странное отключение у них то есть вообще никакой логики то есть на соборной переулке соборный магнит был выключен в пятерочку пришлось идти на что это за улица то короче не понял то есть вообще то есть как-то рандомно абсолютно отключают потребителей до сих пор что-то отключено я так понял какие-то моменты не работают сейчас приду проверю что у меня там надеюсь электричество появилось насчет этих дверей тоже узнал местных последний раз их закрывали 15 лет назад но я так подумал что это привет из 90-х наверное в то время было установлено все так так